Приехал у нас на обслуживание вот такой вот велосипед, новый абсолютно, понятия не имею что это, но написано BSE, хотел сказать BMW, короче BSE Z10. Я как бы не могу сказать, что я прям резко захотел покупать китайца, но видя то, что было раньше и вот то, что сейчас, я все-таки прихожу к выводу, что нет, но китайцы как бы эволюционируют и это глупо отрицать. Да, остается вопрос с крепежом, да, остается вопрос тем, что пластик, ну он как бы вот просто деревянный и вот к примеру там древнючий ТТР, который может делать как бы ну вот так вот в спирали и ничего не будет. Что вот так, ну для меня прикольно, интересно, с завода идет какая-никакая, но диодная фара, наконец-то, ой, китайцы перестали, ну лепить вот эту древнючую лампочку с H4. Прикольно, что появились какие-то, ну типа а-ля фирменные детальки, типа вот это Моджи или как там оно называется, не суть. А еще из прикольного, что я от китайцев не ожидал, они сделали какие-то силиконовые хомутики для проводки, то есть начали обращать внимание на мелочи, то есть вот самое главное, то есть все состоит уже у нас из мелочей и вот собственно на мелочи они начали обращать внимание. Прикол, что с завода, это все на заводских креплениях, помимо замка зажигания у нас еще и прикуриватель, как бы тоже очень интересно, я скажу. Ой, что для меня безумно удивительно. Вот, собственно древнючий хондовский мотор, это у нас 177 мотор, зонгшин. Я могу ошибаться, но по-моему у хонды, ну у хонды-то точно, он всю жизнь был двухклапанный и насколько я помню он в принципе и существовал как двухклапанный мотор. Но, 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 как бы четырехклапанная башка, с какой-то такой косой головой они ее сделали, но я на нем проехал, понятно, что здесь конечно тяговые звезды туда-сюда, но он до третьей передачи с газа пытается задраться на заднее колесо. И, как бы от китайца такого не особо ты ожидаешь. Очень, конечно, нравится где расположен подсос, то есть тебе надо сломать руку, вот туда вот долезть, чтобы в принципе как бы вот вытянуть подсос. Не очень понятно, что мешало в случае с обилием деталей и решений вывести его на руль или вывести его тросом, как бы, ну нет. Что раздражает, что как всегда у нас есть лишнее крепление условно и ничто не мешало сделать треугольник косынку, как бы съемную. И жесткость больше, и вибрации меньше, и так далее. Но нет, этого мы здесь не увидим. То есть есть как и плюсы, так и минусы. Но на самом-то деле это ни разу не обзор, а мы его сейчас будем делать. То есть он новый абсолютно, но у человека уже есть какие-то ряды вопросов. Ну вот это выглядит максимально страшно. Просто болты, грубо говоря, как из Leroy, которые держат тормозные диски. Ну да, это грустно. А вот. А еще прикол, какой заметил. Они на какой-то ляд сделали раму вот такую. То есть это две спаренные трубы, сваренные вместе. Поверху идет то же самое. Не знаю, конечно, чем-то связано. Может они как-то там что-то с жесткостью пытались сделать. Может быть просто этой трубы завезли два парохода, ее надо было куда-то девать. Ну, как бы неизвестно, конечно, но сам факт есть. Короче, у нас какая задача? У нас задача его обслужить. Соответственно, у нас стандартно спицы. Ну, они как бы какие затянуты, какие не затянуты. Замена тормозной жидкости, так как завода там залито, ну, как обычно, черти что, и сбоку бантик. А задним колесом то же самое, спицы, тормоза. Поменять надо также тормозную жидкость в заднем контуре. Поменять масло. Заодно посмотрим, что на нем залито. Проездили на нем неделю. Ну, стандартно там защита рук болтается. Какая, я не помню, вот та. А, вон та вот болтается, да. То есть все это притянуто, как бог на душу положил. Вот. Ну, конечно, это история с подсосом, что ты его там вот... Ну, ты прям должен добираться, ты должен бороться за то, чтобы мог открыть подсос. То есть вот, ну, сходу туда даже не залезть. То есть ты должен перед ним присесть на колено, вот это вот, помолиться всем китайским богам. И только потом, вот там вот где-то ты эту пипку нащупал, ой, и запустил. Ну, как бы... Ну, вот это вот, как бы проводка просто что-то накрутили, стяжкой, бамс, и готово. Короче, есть моменты, но... Может быть, к этому можно привыкнуть. Но я, так как япановод со стажем, скажем так, не сильно готов привыкать к таким моментам. Я все-таки привык там, где для людей. Забавные рычаги тут у нас. Они, к слову, во всех плоскостях складываются. Конечно, это никаким образом не помешает им ломаться. Но все это, на самом деле, известно уже лет 10. И шло это как тюнинг на питбайке. Все это мы прекрасно покупали, когда я еще этим занимался даже. Кстати, тормоза, они поставили копию... По-моему, не Син, это все-таки что-то такое... Хонда-подобное, насколько я вижу по колодкам. Ну, все-таки есть там типы разных колодок, которые... Ты уже видишь, знаешь, это Ямаха, это Хонда. Ну, вот здесь что-то Хонда-подобное. Ну, кстати, тормоза работают. Это удивительно. То есть, они не дубовые, не каменные, по крайней мере, пока она новая. И, в принципе, ну, если она изначально работоспособна, то если это обслуживать, вот, то все будет очень даже неплохо. По крайней мере, я так предполагаю. Но что там будет в реальной жизни, непонятно. Но так, основываясь на какой-то опыт, можно сказать так. Вот, ладно. Короче, сказано много, но надо все-таки начинать его делать. И буду я вам что-то показывать, хотя какого-то технического экшена здесь не наблюдается. Так, ну, снял колесо. Колесо условно прямое. Ну, даже вот так вот оно покачается туда-сюда. Биение не больше полумиллиметра. И, в принципе, все это выведется. Тем более, что спицы прослаблены. Так что все это протянем и будет хорошо. Колесная ось. Ну, традиционно с нее, что называется, можно есть. Потому что детственная чистота у нее присутствует. Никакой смазки, даже намека на нее нету. Ну, абсолютно чистенькая ось. То есть, как ее новую выпустили, без смазки, без всего. На сухую ее бамс. И готово. Собственно, больше никто ничем не морочился. Еще супер был не прикручен. На один болт прикручен. На второй не очень сильно прикручен. Но тоже. Может быть, даже это не качество китайской сборки, а качество сборки в России. Именно у тех, кто их продает. Ведь приходят они полуразобранные. Вот. Ну, такие приколы есть. Так что сейчас выведем колесо. Поставим на место. Смажем ось. Ну, и будет все хорошо. Так, короче. Центранул переднее колесо. А в итоге получилось, что сейчас оно где-то 3 максимум сотки бьет. То есть, по сути, совсем ровное биение. Я предполагаю, это идет по сварному шву. Так что, в принципе, спицы все протянуты. Как кол. Вон они аж. Так что, теперь переднее колесо можно ставить на место. Только перед этим помазав ось. Так, короче. Скрыл крышку тормозного бачка. Тут даже видно какие-то пузырьки. И видно, что на жидкости, ну, как будто поверхность раздела фаз. При этом, если дыркнуть тестером, то все с ним хорошо. Вот. Как бы. Ну, жидкость как жидкость. Но мы этому, конечно, не верим. Тому, что китайцы заливают. Поэтому жидкость эту мы поменяем, конечно же. В общем, все, как завещал скутерец. Я снял этот пластик. Доступа к фильтру нету. Я снял этот пластик. Доступа к фильтру нету. Думаю, ну ладно, наверное, под сидением. Что логично. Вот фильтр. Фильтр абсолютно сухой, не пропитан. Тут аккумулятор. И чтобы снять фильтр, надо снять аккумулятор. А после этого нужно снять вот эту вот приблуду. Приблуду это держится вот здесь сквозным болтом. Вот здесь вот болтом к раме. А здесь болт, который держит корпус воздушного фильтра, он насквозь. И как бы ты им еще доворачиваешь и фиксируешь его гайкой. После чего вытаскиваешь вот это вот великолепие, назовем это так. И только после этого вы получаешь доступ к фильтру. Но мне кажется, китайская резьба окончится очень быстро. Как бы учитывая, сколько раз ее надо крутить. А как бы на мотоциклах всех есть такая вещь, как обслуживание. Которое должно быть регулярным. Вот. И при регулярном обслуживании, я так понимаю, есть риск того, что вся эта резьба кончится в крайней степени быстро. И ничего хорошего в этом нет. Ну и вот фильтр абсолютно сухой. Как бы. Ну а зачем? Зато предбродажная подготовка в автосалоне, в мотосалоне. Да, хотя какая разница была сделана. Остается понять, где она была сделана и что сделана. Если оси у нас сухие, тормозная жидкость непонятно какая, фильтр сухой. Ну, в общем, все классно. Фильтр установил. Вот даже капельки и смазки. Смазка ликвимолевская. Ну, для фильтров обычная. Вот. Теперь фильтр хотя бы будет выполнять свою роль. Ну и нас ждет удивительное приключение с обратной установкой аккумулятора. Закручиваем всех болтов, гаечек и так далее. В общем, все как обычно прикольно у китайцев. Пока не начнешь вникать. Со стороны мне очень нравилось. Но когда начинаешь разбирать, ты очень сильно бьешься головой об все эти мелочи, с которыми не очень хочешь ты жить. Но приходится, раз уже купил. В общем, поставил воздушный фильтр. Очень нравится, как сделана проводка. Как бы чехол, который не может ничего закрыть, потому что тут все упирается. Но хотя бы конструкция воздушного фильтра сделана так, что здесь на пластике фланец и, собственно, хомутом все это обжимается намертво. Никаких подсосов воздуха в обход фильтра здесь быть не должно. Ну и там в аппендиците даже заглушка есть, которых у многих нету и грязь идет напрямую. Так что, в принципе, пластик можно на этом закрывать. Больше ничего не требуется. Ну, конечно, то, что для того, чтобы почистить воздушный фильтр, надо снять две боковины, так как иначе нету доступа к винту. Плюс снять аккумулятор, аккумуляторный ящик, сидение. Ну, как мне кажется, это немножко попахивает маразмом. Заднее колесо также протянул. Тут пришлось сальники вытаскивать. Ну, в общем, те же самые 3-4 сотки здесь бьет. Больше его не бьет. Поэтому, в принципе, колеса даже очень ровные. И спицы нормально тянутся, и гайки не слизываются. К слову, здесь на колесной оси даже что-то есть. Правда, похоже больше на силиконовую смазку, но оно есть, в отличие от заднего колеса. Ой, от переднего, то есть. Так что колесо, в принципе, можно устанавливать обратно и заниматься далее уже тормозами. Под конец дня заднее колесо установил на место. Ну, соответственно, спица протянулась, помазал, цепь смазал. Ну, и на завтра у нас остается замена масла в моторе. Прокачка задних тормозов, точнее, замена жидкости. С карбюратором еще чуть поколдуем. Есть у меня подозрение, что надо ось маятника тоже вытащать. Я почти уверен, что смазки там нет. А может быть и в заднем же колесе была, в отличие от переднего. Ну, в общем, посмотрим. Так, в целом, ну, пока новое, все хорошо. А когда все эти резьбы, болты и прочие уже будут в усталом состоянии, ну, тогда настанет грусть, конечно. И очередной раз гений китайской инженерии. Значит, решила прокачать задние тормоза, как, собственно, и планировалось. Чтобы прокачать задние тормоза, вполне себе логично, что необходимо отвернуть крышку тормозного бачка. А вот подскажите, как мне это сделать, если даже вот самая короткая головка, вот, а чем мне ее крутить? А вот, да, а вот здесь вообще как бы выхлоп и крутить не представляется возможным. Ну, все потрясающе, что я могу сказать. То есть, гениальности нет предела. Также мне вот это вот нравится в китайцах универсальность. То есть, здесь есть крепление под подножки. Здесь есть вот эта нелепая абсолютно выемка под подножки. И оно никуда ничего не ведет. Здорово, наверное, но мне кажется, нет. Ну, а, соответственно, чтобы отвернуть крышечку для прокачки тормозов, перед этим надо отвернуть тормозную машинку. И, кстати, на тормозной машинке болты разные. То есть, вот на нижнем просто написано 12,9. Но я в это не верю по забитым граням. А на верхнем болте какие-то еще буковки с маркировками. То есть, даже на одном узле два одинаковых болта оселить не получилось. Да, вот так вот бывает, конечно, здорово. Короче, чем дальше смотришь, тем больше понимаешь, что оценить вот эту вот технику как хорошую могут лишь те люди, которые никогда, ну, с чем-то нормальным не сталкивались, как бы это пафосно не звучало. Если ему бы один раз дать поковырять что-то японское или австрийское, на вот эту вот он бы смотрел с презрением. Но, к сожалению или к счастью, вся вот эта техника получает огромное развитие в массах. Хотя, все это, конечно, очень грустно и прискорбно. Да, если в переднем контуре жидкость хотя бы была светлая, то в заднем контуре какая-то непроглядная чернота, ничего кроме нее. Так что отворачиваем штуцерочек и выкачиваем всю эту дрянь оттуда. Надеюсь, потом хотя бы тормоза без проблем прокачаются. Очень уж хочется мне в это верить. Но вот эту вот дрянь надо выкачать отсюда без остатка. Можете говорить сколько угодно, что я придумываю, но вот вам разница в тормозной жидкости. Как видим, она просвечивается, она светлая. С какой стороны, не посмотрите. Тормозок у нас матюлевская, так же, как и спереди. Ну и сейчас надо еще раз качнуть, чтобы уровень жидкости опустить. Отвернуть машинку, закрутить крышку, после чего привернуть машинку обратно. Ну и на этом, собственно, с тормозами мы закончим, как и со всей задней частью, хотя еще у нас 8 маятника ждет. Вот. Заменим масло. Посмотрим, как раз пока он там прогреется, поработает хорошо, что у нас со смесью происходит. Ну и будем надеяться, что карбюратор особых вмешательств не потребует. Немножко мы помучились карбюратором. Как, видимо, от вибрации тут еще горсть пыли посыпалась. Очень это здорово. В общем, карбюратор, конечно, замечательный. Ой! Вот на этом карбюраторе и на этом мотоцикле не подсос. Точнее, не пусковой обогатитель, а подсос. Вот, уже мысли путаются. Потому что ты должен именно подсосать этому мотоциклу, чтобы запустить его на холодный. Вот каким образом туда его и зачем. Но, тем не менее, пусковой обогатитель вот там вот его надо вытягивать. Очень классно, почему нельзя было вывести на руль. Конечно, большая загадка, но сделали именно так. В общем, раком-боком поднимая бак, еще вчера, что-то я не знаю, лень мне было уже снимать, выдергивала карбюратор, поднимал заслонку. Ну, худо, бедно, сверху там подлез, открутил, закрутил, сделал. Ладно. В общем, винт качества у нас. Покрутил, повертел. Он был у них выкручен на полторашку. А у меня сейчас на 2,5. Ну и, соответственно, игла топливная поднята. Пробовал уровень повлавковой камеры смотреть. Вот этот шланг поднимал, смотрел, где у нас находится бензин. И, как бы, ну, там все в норме. В принципе, это карбюратор Нибис, судя по питбайкам, даже работают они, ну, весьма неплохо. То есть, не сказать что-то плохого. По поводу запуска и отклика на ручку газа. То есть, вот он уже прогретый. При адекватной работе ручки газа никаких проблем не возникает. Как бы, после такого, ну, достаточно активного педалирования ручка газа сбрасывает и работает ровно. Как бы, что с ним ни делай, ситуация не меняется. Но, естественно, если сделать вот так, то происходит типичная хрень, как и на питбайках и прочего. От этого никуда не уйти. И связано это с типом карбюратора. То есть, ну, хочешь, чтобы валило, то мирись и страдай. Так как плоскодроссельный карбюратор, в принципе, не может, ну, работать плавно во всем диапазоне оборотов. И такое будет неизбежно. А хочешь, чтобы было плавно, но ни хрена не ехало, ставь вакуумный карбюратор. Но, как бы, история такова. Так что, есть плюсы, есть минусы у того и у другого. Но, в данном случае, то, что сейчас было сделано, это оптимально, что можно было сотворить, собственно, с этим карбюратором, с этим мотором, не вмешиваясь серьезно в конструкции. Да и сейчас, надеюсь, вмешиваться не очень хочется, так как место на настолько ограниченное, что залезть сюда еще один, два, три, четыре раза, ой, как-то не сильно внушает какую-то оптимизму. Вот, ну и сейчас у нас мотор прогрет. Собственно, можно спокойнейшим образом поменять масло. И заодно он подостынет. Вывернем свечу после всех вот этих вот прогазовок. Посмотрим, что у нас там по реальной смеси. Ну и уже из этого сделаем окончательные выводы, все ли у нас хорошо с работой карбюратора или нет. У меня большой вопрос. А что это сливается, собственно, с двигателя? У меня, ну, супер большой вопрос. Это вообще, чё? Это что за белая эмульсия? Я не знаю, как это назвать. Ну, это просто какое-то холамино, которое отсюда сливается. И выглядит это, мягко говоря, непривлекательно и не внушает особого доверия. Ну, как бы... Китай. Чё ещё можно сказать? Потрясающе, в общем, потрясающе. Я так понимаю, это то, что туда было... Не, ну классно же, да? Она, по-моему, уже с этой... С мелкой стружкой. Потрясающе. Просто потрясающе. Классное масло, мне нравится. Залил я масло. Матюль 5100, чё привезли, то и заливал. Честно говоря, я чё-то с уровнем не очень-то вдуплил, потому что, если ориентироваться на щуп, то влезло сюда порядка там 1,3-1,4 литра. То есть, ровное положение мотоцикла. Смотришь по щупу. Ну, вот столько получилось. Может быть, есть какие-то, конечно, у кого другие данные, но я ориентируюсь на это. По свече. Нижняя часть электрода цвета кофе с молоком. Там видно. Верхняя часть чистая. Белых следов каких-то нету. Ну, соответственно, можно сделать выводы, что со свечой здесь... Ну, точнее, со смесью всё хорошо. Свеча CR8E. Чтобы вывернуть свечу, конечно, надо либо изглащиться, либо вот этот вот пластик снимать. По-другому никак. Тут даже, вон, сами китайцы фрезеровку делали-делали, чтобы хоть как-то чем-то подлазить. Ну, и вот тут и получается, что хоть как-то и хоть чем-то. По-другому мало всё это видится. То есть, практически всё у нас доделано. Остаётся один момент. Это колёсная ось. Её мы посмотрим. В рулевую я не лезу, потому что здесь прямо вон на пыльнике выдавлена смазка. Соответственно, хоть что-то там до 100% есть. В этом можно быть уверенным. А вот что у нас на оси маятника, я не знаю. Судя по всему, там ничего и абсолютная сухота. Ну, сейчас увидим. Я думал, что ось маятника будет последним, что я делаю. Но, как оказалось, нет. Ось маятника абсолютно сухая. И даже успела начинать прикисать. То есть, она выходила с усилием. И на фоне этого, я решил вот этот болтик прогрессии один ослабить, попробовать вытащить палец. Вытащил. Ничего хорошего я там не увидел. Прогрессия сухая. Так что, сейчас придётся ещё разбирать прогрессию. И смотреть. Насколько забили хрен здесь. И чувствую, чтобы снять прогрессию, ещё и надо лапку отворачивать тормозную. Иначе болту, в принципе, некуда выходить. В общем, всё прекрасно и здорово. Всё как обычно. Вот и сами решайте, нужно оно вам такое, не нужно. Да, бог с ней, с осью маятника. Маятник я поставил. Прогрессия на китайцах, конечно, да. Вот в моём понимании, на слуху, прогрессия, ну как бы ассоциация с прогрессом, движением вперёд, там, чего-то инновационного. О боже! Короче, что из себя представляет китайская прогрессия на этом чудесном велосипеде? А значит, абсолютно сухие болты. Никакой смазки, ни малейшей здесь нету. Удачи через год это разобрать. Что касательно вот этой вот балалайки. Прогрессия, прогресс. Шариковые подшипники везде. Шариковые подшипники там, где, собственно, ничего не крутится, а идут ударные нагрузки. Вот как вы думаете, ну сколько вот здесь? Ну, 9 шариков, да? На что больше площадь опоры будет? На 9 шариков или вот на 20 иголок? И то здесь они редкие. Скажу по секрету, на японцах даже сепараторов нету. Иголки идут одна к одной. Ну, то есть, только в одной части. Здесь нормальный игольчатый подшипник, который должен быть, собственно, установлен в прогрессии. Так вот, сальники заколочены. То есть, вот тут посрезало край. Ну, нормально. Тут вот криво он стоит. Уже этот, обойму помятая. Ну, качество. На пальце. Блядь. Это что, уже выработка? Он новый. Серьезно? Ну, все это видят, да? Потрясающе. Потрясающе. Все, что я говорил в начале видео этого, про то, что на китайцах можно ездить. Да, но ровно так же и на лошади можно ездить, и на собаке верхом. И я не знаю, кого еще оседлать, но... До свидания просто от этого чудесного качества. Я надеюсь, что я с этим в своей жизни сталкиваться особо не буду. Ну, ладно. Что, сейчас дособерем прогрессию эту чудесную. Хотя, от слова, такое-то не применять нельзя. И, в принципе, будет мопед завершен. Ну, и хрен отта, конечно, это все. Помните, он говорил, что сальники как будто забивали. Так, тут вот на краях вообще зарубки видны, как их заколачивали. Ну, я, в общем, почистил все это ультразвуком для экономии, собственно, времени. Да и тут каких-то прям лютых загрязнений не было. Вот. Так, по лайту на малой температуре, чтобы в подшипники там ничего не попало, ни в коем случае. Хотя подшипники, ну, отвратительно крутятся изначально. То есть, такое ощущение, что у них смазки внутри и нету. Ой, да. Ну, и хрень, конечно, все это. Ну, Китай есть Китай. Ладно, в общем, смазку я нанес. Больше, в принципе, ничего тут сделать я не могу. Под сальники я смазку также набил. Ну, дабы подшипники прожили хоть сколько-то. Ну, и теперь остается только это чудо чудесное собрать. И надеется, что оно прослужит хотя бы чуть больше, чем совсем ничего. О, собрало это недоразумение с этими блуждающими втулками. Пальцы не вставляются, втулка перекашивается. О, короче, это не мотоцикл, а одно сплошное разочарование. Знаете, я вот его заканчиваю, и у меня... Кепочка кривая. У меня нет ни малейшего, к сожалению, от того, что мне его отдавать. Потому что, несмотря на то, что он новый, почему-то рабочие операции ты с ним проводишь, как будто делаешь старый ТТР, который вон там, вон на фоне стоит. Только на старом ТТРе ты вот берешь деталь, и она деталь. А здесь ты берешь деталь, а ощущение, что... Ой, не ты берешь, а тебе дают. Да. Короче, вот как итог по этому мотоциклу, да и вообще в целом про китайцы. Первое, что хочется сказать, это вот... Все, что говорил Скутерец, это правда. И вот оно действительно так и есть. И как бы я именно с мотоциклами особо не сталкивался, а то вот спидбайками возился сам. Я могу сказать на фоне вот этого вот, что... Да, он прав. Абсолютно. Это штука хорошая очень, да. Топ за свои деньги и прочие вот эти вот слова, которые оправдывают эту покупку. Вот. Если говорить, ну, купить это как мотоцикл, не зная, что есть в Японии, Австрии, и как оно сделано, никогда не щупая этого руками. Окей. Вы, наверное, с этим смиритесь, и для вас это будет нормально. А если вы ездили на чем-то японском раньше, и сейчас думаете, а не взять ли мне этот чудесный мотоцикл, я его могу описать несколькими словами. Я думаю, кому надо, меня услышали и поняли. Ну, а у меня на этом все. С вами была мастерская Панк Мотогараж, и я Сергей Панкратов. Всем пока.